Фактор Зеленского. Почему Россия больше не ставит его в пример? Фактор Зеленского. Почему Россия больше не ставит его в пример? 8 часов ровно 19 мая 2020 года ССБАИСА 4,0, администрация президента Украины, инаугурация избранного президента Украины Владимира Зеленского. 20 мая 2019 года. ССБАИСА 4,0, администрация президента Украины. Владимир Корнилов, все материалы завтра ровно год с момента принесения присяги бывшим комедиантом Владимиром Зеленским в качестве президента Украины. Наверняка все помнят, головокружительный успех на выборах, пламенная речь с трибуны Рады, дерзкий разгон парламента, обещание начать посадки коррупционеров той же весной, стремительный захват всей вертикали власти в свои руки. Вспоминается, как тогда многие заговорили о примере Украины для России. Различные аналитики всерьез рассуждали о факторе Зеленского, мол, чем успешнее окажется его президентство, тем большее влияние это окажет на российскую политику. И вот прошел год. Почему-то никто уже не говорит об этом примере и об истории успеха. Нельзя сказать, что молодой президент Украины вообще ничего за этот год не сделал. Если непредвзято проанализировать те обещания, которые давал Зеленский во время выборов, то можно утверждать, что над реализацией одного конкретного пункта своей программы он работал усиленно. Речь о короткой фразе, формирование прозрачного рынка Земли. Этот пункт в ходе кампании не расшифровывали, не поясняли, что имеется в виду полная распродажа. Но затем многие сторонники президента постоянно ссылались на него, указывая, мол, смотрите, мы строго выполняем программу за команды. Правда, в тех же обещаниях лидера квартала 95 значилось, что выручка от продажи земли пойдет на счеты рядовых украинцев. При принятии нового земельного закона об этом как-то забыли. 22 апреля, 17 часов 49 минут Зеленский заявил, что у него не дошли руки до выполнения всех обещаний и обещаний сажать будем весной, наиболее полюбившиеся народу, тоже подзабыто. Сначала его команда неуклюже объясняла, что имелось в виду весна 2020 года, опять-таки надо только подождать. Но вот и эта весна на исходе, а борьба с коррупцией, похоже, так и не началась. Зеленский за рулем Тесла. В ноябре пытался оправдаться, перечислив ряд высокопоставленных чиновников периода Порошенко, которых задержали или арестовали. Он тогда назвал четыре фамилии. Всех в течение нескольких недель освободили, а дело их, похоже, зависли надолго, если не навсегда. Зеленский опять оправдывался, мол, я же не могу вмешиваться в работу правоохранительных органов. Раньше-то, когда обещали посадки, никто в его команде не рассказал ему об этом. Но самое интересное, что совсем недавно, когда президент угрожал мэру Черка с наказанием за нарушение правил карантина, он пообещал кары от СБУ и МВД, то есть все-таки президент какое-то влияние на данные органы имеет. Видимо, если только речь идет не о коррупции. Вчера, 14 часов 24 минуты украинцы считают Кучму лучшим из президентов страны, показал опрос отношения к большинству инноваций глава украинской державы наглядно продемонстрировал на днях, когда вдруг открыл для себя страшную истину, та медицинская реформа, которая на Украине активно разворачивалась в течение всего года его президентства, является полным провалом. Второй, наиболее убийственный для украинской медицины этап этих реформ начался еще 1 апреля сего года. Причем о катастрофе, которая ждет страну в результате таких преобразований, Зеленского предупреждали все время на разных уровнях. Но лишь сейчас, в мае 2020-го, президент узнал, что в ходе реформы уволят 50 тысяч врачей и закроют сотни больниц. Это на пикет о пандемии. А если бы эпидемии не было, не исключено, что Зеленский этого еще год-другой не знал бы. Не до того ему. Но все понимают, что украинцы многое простят любому президенту, если тот приблизит мир в Донбассе. И это действительно было самым главным обещанием Зеленского, впрочем, как и Порошенко. Он даже был готов встать на колени перед кем угодно ради этого. И в своей иноугурационной речи новый президент торжественно провозгласил, наша первостепенная задача прекращения огня в Донбассе. 17 мая, 17 часов 14 минут в Совфеде оценили заявление о смене Зеленским стратегии по Донбассу. Однако затем новый президент заявил, что не пойдет на полное разведение сил в Донбассе. А это значит, что конца конфликта не видно. В итоге мы, наоборот, столкнулись с эскалацией ситуации. ОБСЕ теперь фиксирует резкое усиление обстрелов и рост количества жертв среди мирного населения. Что самое печальное, сейчас постоянно приходят сообщения о ранениях детей. Заметьте, все это на территории ДНР и ЛНР, но Зеленский, уже неоднократно посетивший Донбасс, ни разу не выразил сожаления по поводу погибших граждан Украины и раненых детей с той стороны. В чем он совершенно не отличается от предшественника. Последние демарши Зеленского свидетельствуют о том, что президента Голобородько, которого выбирали жители Украины, больше нет. Появилась слегка обновленная версия Петра Порошенко, чего только стоит продление запрета на российские соцсети ШАГ, который кандидат в президента Зеленский критиковал год назад. Причем, заметим, продлил он запрет под нажимом своего предшественника, фактически по требованию того. И даже пошел дальше, распространив антироссийские санкции на Эрмитаж и музей Пушкина. 16 мая, 12 часов 32 минуты Слуцкий прокомментировал санкции Киева против учреждений культуры России таким образом. Можно утверждать, что спустя год после избрания Зеленский стремительно превращается в Порошенко. Разве что он, к счастью, пока не вмешивается в церковные вопросы, задвинув на задний план историю с Томосом. Но не надо забывать, что предыдущий президент на первых порах демонстрировал точно такой же подход и даже доказывал лояльность канонической православной церкви. Лишь в последний год президентство Порошенко возомнил себя местным патриархом, ложно расценив свои шансы на переизбрание. Так что Зеленский, возможно, еще отметится и здесь, раз в остальном полностью перенимает курс ушедшей власти. Пока рано говорить, что кредит доверия народа действующий президент Украины уже исчерпал. Несмотря на значительное падение рейтингов, он все еще остается самым популярным политиком в стране. Правда, судя по некоторым комментариям представителей Зе-команды, отрыв от реальности у них нарастает. Так, заместитель руководителя офиса президента Юрий Костюк договорился до того, что это у Зеленского был завышенный кредит доверия к людям, а не наоборот. А избирателей, которые смеют критиковать президента, уже потихонечку стали называть биомассой. 15 мая, 18-32 медиавойный МИД прокомментировал блокировку российских интернет-ресурсов на Украине. Продолжение следует...